Вы знаете, в последнее время все чаще и чаще у меня возникает вот эта вот мысль, вот этот вот вопрос о закон в нашей стране, он вообще работает, он вообще есть, он вообще существует, кто вообще, где, да, за соблюдением законности на территории Российской Федерации, да, как это работает, почему оно работает выборочно, с кого спрашивают за нарушение и так далее, и так далее, и так далее. Вот простой пример, буквально вчера прилетела эта новость из культурной столицы, на минуточку, из города-героя Санкт-Петербурга, там, рассказываю, в Государственном музее Эрмитаж, еще раз специально буду говорить медленно, чтобы вот вы осознали, вы прочувствовали вот этот вот момент, и возгорделись еще раз в Государственном музее Эрмитаж. Охранник на входе сломал посетителю нос за то, что тот замешкался с предъявлением QR-кода. И я тоже был в шоке, еще раз культурная столица. Государственный музей Эрмитаж, музей, в который ходят иностранцы, музей, который олицетворяет культурную Россию в глазах всего мира, тут действительно ходят иностранцы. Вот в графике туриста, который приезжает в Санкт-Ленинград, у него, да, там есть обязательные места для посещения, там, Дворцовая площадь, Крейсер Аврора, погулять по Невскому, Исаакиевский собор, да, завернуть к памятнику Медный всадник, посмотреть на Александрейский столб. В обязательном порядке зайти в Эрмитаж, посетить Эрмитаж, это главный музей страны, вот туда приходят иностранцы, вот туда приходят россиянин. А на входе охранник спрашивает у него этот QR-код, человек замешкался, ну, всякое может быть. Всякое, может быть, бежал на ходу, я не знаю, на чём у него этот QR-код, в телефоне, или, может быть, вообще, на бумажке положил куда-то эту бумажку, забыл куда. Там ли телефон засунул в какой-то карман, у меня тоже такое бывает, особенно, когда на бегу куда-то срочно бежишь, торопишься, вот схватил его, на автомате куда-то засунул, потом приходишь, там, например, в тот же магазин, я нередко телефоном рассчитываю, начинаю его искать, где-то, куда я его девал. Вполне могло такое быть. Могла быть ситуация, что охранник как-то грубо спросил, может быть, у человека этот QR-код, человек замешкался, человек там завис. Да всякое может быть, какая разница. Хрязь человеку в нос, нормально, культурная столица на глазах у всего мира в Государственном музее Эрмитаж. А и вот сегодня понедельник, до сих пор я не вижу, чтобы кто-то возбудился, чтобы кто-то начал задавать вопросы, что такое происходит. Ребят, мы куда вообще движемся? Мы в какое светлое будущее идем? И что, при таких раскладах мы празднуем 9 мая? А уже этот вопрос, по-моему, задают с завидным постоянством. Это реальная журналистика, рубрика «Коротко о главном сегодня». Поехали! Не хотел трогать вот эту вот историю с депутатом Рашкиным, по крайней мере, пока, потому что в ней все не до конца ясно. Вот не хотел, пока не увидел вот это. А вот внимание на экран. Я вам так скажу. Вот в советское время этого мерзавца под жопу бы уже выбили так, чтобы он летел, как фанера над Парижем, как пробка из бутылки шампанского. Негодяй и мерзавец, подонок, а главное лжец и тупой жалкий трус. И вот возвращаемся к тому, с чего начали. Я все про закон. Хочу обратиться сейчас к представителям прокуратуры, к общественности. А что? У нас уже перестал действовать вот это вот постановление об оскорблении представителя власти. Все его отменили? Когда? Кто? Где? Мне просто интересно. Дело в том, что господин Рашкин, действующий депутат Государственной Думы, свои полномочия. Он не слагал с себя. По конституции депутаты Государственной Думы как раз являются представителями власти. Если вы откроете нашу конституцию, там черным по белому написано. Три ветви власти на территории России. Значит, исполнительная, законодательная и судебная. Вернее, даже не так законодательная на первом месте. Потом исполнительная и судебная. Вот как раз Рашкин относится к законодательной ветви власти. Что делает Соловьев в данном случае? Соловьев в данном случае сыплет оскорблениями. И опять же, никто нигде никак не возбудился до сих пор. Вот это все случилось там накануне. Уже больше суток прошло. Я имею в виду сам факт оскорбления. Все это прозвучало в эфире, слава богу, негосударственных каналов. В эфире телеграм-канала Соловьева, который тоже смотрит огромное количество людей. Телеграм, его эфиры дублируются на Ютьюбе. И тишина. И тишина. Нет, кто-то, конечно, мне сейчас скажет. Да ты просто пытаешься защитить этого Рашкина. Потому, что он у тебя в эфирах был. Может быть, потому, что он тебе симпатичен. Может быть, потому, что он выступает с какими-то оппозиционными речами. Нет, ребят, я много раз говорил. И повторюсь, я всегда сторонник законности. Я вообще считаю, что если человек нарушил закон, неважно, кто это. Депутат, министр, президент, хоть папа римский. Если ты гражданин России, если ты нарушил закон, ты должен принести ответственность. Но при условии, что вина этого человека установлена. А установлена вина человека. Может быть, и вот тут я соглашусь с нашим замечательным президентом Владимиром Путиным. Только судом. Больше никем. Соловьёв точно не судья. Суда, насколько я знаю, до сих пор еще не было. То есть, пока только возбуждено дело. Все. До суда еще, как до Китая раком. Тут еще надо пройти много-много-много разных процедур. То есть, должно пройти этапы следствия. При условии, что Государственная Дума позволит снять с этого Рашкина. То есть, надо выйти сначала туда, в Думу, запросить их о том, чтобы снять с него депутатскую неприкосновенность. Потом проводится следствие. Потом выходят на суд. То есть, это дело точно не двух дней. Соловьёв раз тут выступает как судья. Все, он уже осудил. Он уже вынес приговор. Он об этом сказал в эфире. Он оскорбляет человека. И никто никак. Нет, я не могу не согласиться, что факт был. Господин Рашкин действительно зачем-то поехал в этот Саратовский лес. Человек, возглавляющий московское отделение КПРФ в Саратовском лесу. Глубокой осенью явно он туда поехал не грибы, ягоды собирать. Ну, потому что элементарный не сезон. Возможно, поехал на пикник с друзьями. Возможно, допускаю. Насколько мне известно, откуда-то из тех краёв. Ну, или, да, на охоту на рыбалку. Но это, повторюсь, да, это можно допустить. Но это должно установить следствие. Вот этот факт, что он действительно поехал на охоту. Это первый момент. Второй момент. Даже если человек поехал на охоту. Слушайте, ну, охота это такое дело, это лотерея. По одной простой причине, что зверь не бегает вокруг охотничьего домика и не ждёт, когда его застрелят. А когда человек едет на охоту, есть вероятность, что он подстрелит какого-то зверя. И есть вероятность, что не подстрелит. Всякое может быть, к чему я об этом заговорил. Вот это вот говорит как раз в пользу версии, на которой настаивает сторона Рашкина, о том, что они наткнулись уже на подстреленного зверя, на подстреленного вот этого кем-то подстреленного лоси. Просто его подобрали. Допускаю, что такое может быть. Лично в моей жизни была такая же ситуация. Мы ехали как-то с братом по дороге, возвращались с дачи в город. И вот кто-то точно так же, ну не точно так же, вот сбил на дороге лося. Видимо, человек, который сбил этого лоси, испугался, уехал. Я ещё так, ну, то ли в шутку, то ли всерьёз говорил, брат, слушай, ну столько мяса, ну жалко, давай подберём. Ну, всё равно он уже всё. Поэтому я допускаю, что такая ситуация могла быть. Я её не исключаю. Вот дальше у меня продолжаются вопросы. Потому, что там вопросов больше, чем ответа. Вдруг, да, вот они подбирают этого лоси, допустим, или убивают. Вдруг откуда ни вознись, появляется какой-то проверяющий лесник, инспектор. Вот прямо в это время, в этом месте оказался очень удачно проверяющий инспектор лесник. В Саратовском лесу это при таком раскладе, что мы каждый день и через день читаем жалобы Росприроднадзора, которые рассказывают, у нас не хватает лесников катастрофически. Катастрофически у нас один лесник на огромное количество квадратных километров леса. Мы не знаем, как обеспечивать безопасность этого леса. Каждый божий день они жалуются. А тут, вот в этом случае, инспектор оказался прямо на месте, в засаде, в нужное время, в нужном месте. Далее. Совершенно случайно, вот в этом же месте, в это же время, вернее неподалеку, оказались представители пропагандистских СМИ. Вот совершенно случайно они там оказались. Не знаете, я тут же напомнил вот эту вот сценку шуточную из Comedy Club. Помните, когда Путин в ночи остановился, там котенок на дорогу выбежал. И вот в ночи, значит, останавливается кортеж Путина, он выходит, спасает этого котенка. И совершенно случайно, вот в этом же месте, на этом же километре дороги оказались представители первого канала, канала Россия, НТВР, НТВР, Russia Today и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот здесь тоже, вот этот момент у меня тоже вызвал вопрос далее. Очень быстро приехали сотрудники правоохранительных органов, сотрудники полиции. Прям очень быстро, опять же, у меня возникают вопросы, почему? Потому что мне есть чем сравнивать, вот пользователи моего телеграм-канала знают, у меня лично была ситуация минувшим летом, когда у себя в дачном поселке я поехал за водой на общую колонку и наткнулся на труп человека. То есть, он был не криминальный человек, видимо, было очень жарко. Человек в возрасте пошел, видимо, так же, как и я, за водой, ему стало плохо, у полу умер. Вот, и я наткнулся на него, естественно, я позвонил во все службы, во все инстанции, вызвал, естественно, сотрудников полиции. Вот сотрудники полиции ехали там порядка пяти или шести часов. Я их ждал все это время, несмотря на то, что наш дачный поселок находится буквально в 12 километрах от города Екатеринбурга. То есть, там за это время можно было пешком пять раз прийти, вот они пять или шесть часов ехали на труп. Человека. А тут на труп животного в лес сотрудники полиции приехали там, ну, в какие-то считанные минуты. Дальше еще смешнее приехали, насколько я понимаю, даже не сотрудники Саратовской полиции. Это было в Саратовской области. То есть, это приехали сотрудники областной полиции. Сотрудники полиции Саратовской области или деревенские полицейские, которые задержали этого Рашкина и мариновали потом в отделении. Не зная, даже самый вот тупой полицейский знает, что у депутата Государственной Думы неприкосновенность. А мы с вами говорим о деревенских полицейских, которые местечковых-то депутатов, как кошмара, как вампиры чеснока боятся. Они от них шарахаются, стараются не связываться, а тут перед ними депутат Государственной Думы, обладающий неприкосновенностью. Их это не остановило, они не испугались. Его загробастали, увезли в отделение, задержали. Слушайте, ну, вот я говорю, одно на другое накладывается, я как-то не очень в это верю. Расскажите, это психиатр, вот есть у меня, знаете, любимая поговорка. Вполне себе очевидно, что это какая-то подстава, что это какая-то, наверное, спецоперация даже. Но хрен с ним, повторюсь, если Рашкин виноват, я только за, я первый за. Он должен тогда ответить перед законом, если виноват, если суд установит его вину. Но что-то мне подсказывает, что тут не всё так гладко. И печально повторюсь, то, что у нас почему-то закон работает каким-то очень и очень выборочным образом. Понимаете, как Шарапов сказал? Как кистенью дыры закрывают, как кому удобно. И самое печальное, что мы начинаем к этому привыкать. Вот это вот страшно. Всё, переваривайте. Коротко о главном. Реальная журналистика. Увидимся в большом выпуске уже завтра. Всё, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok